Но надо признать, что в основе своей массы пирамиды и мегалиты возводили не пришельцы, а это делалось звуками людей. Людям были переданы знания о том, как это сделать. Другое дело, что людям переданы знания и для того, чтобы они осознавали, с какой целью должны быть использованы эти сооружения, что люди могут получить с помощью этих сооружений. Люди начали строить такое сооружение по всей земле. И, наверное, ничто не помешало бы дальнейшему развитию этих событий, если бы не война богов. Потому что никакие либо внутренние проблемы стали причиной гибели цивилизации. Ведь пирамиды, помимо всего того, о чем мы знаем, они выполняли еще одну очень важную функцию. Они строились на местах георазломов, особых акупунктурных точках Земли, через которые оказывалось глубинное влияние на сейсмическую ситуацию на планете. То есть они были демпферами сейсмической активности Земли. И эта ситуация развивалась точно так же позитивно. Но разрушение произошло не изнутри, не вследствие землетрясения как такового, а именно в силу внешнего вторжения, когда произошло вмешательство в самом конце, в завершающей фазе войны богов. И когда упали на Землю гигантские планетоиды, собственно, все было разрушено против планетоидов и астероидов пирамиды бессильны. Никакая групповая медитация не отклонит необходимые технические средства. Таковые на Земле к тому времени были, и они участвовали в попытке отклонения вот этих астероидов. Именно с этим и связаны, например, факт вымирания, глобального вымирания животных. Мы находим на севере Сибири, например, в дороге Таймыра, на Аляске. Огромное количество убитых в одно мгновение, разорванных в клочья животных. Как будто рука неимоверной силы, какая-то дьявольская рука сотворила такое, что даже трудно себе представить. Это было сделано в результате попытки этой установки отклонить летящий планетоид. При этом установка, она генерит огромное количество таких шаров диаметром в 60 метров. Они накачаны мощным электромагнитным полем. Каждый такой терминатор, назовем это так, его мощность в десятки, если не тысячи раз превосходит мощность взрывов ядерных зарядов над Хиросимой и Нагасаки. И вот когда они над определенными территориями оказывали массовое такое групповое воздействие, то есть сотни объектов в одном месте взрывались, все что было вокруг погибало. И вот мы находим следы этого палеомагнетизма и оценивая эти следы, геологи считают, что вот это место, это место прежнего Северного полюса и якобы у Земли была некая переполюсовка. Никогда за всю историю серьезной переполюсовки не было. И всегда, если происходили события похожие на это, они были связаны с двумя факторами. Либо очень мощное падение какого-то крупного космического тела в глубокой древности какого-то астероида, либо впоследствии это было связано с деятельностью вот этой вот установки. И еще раз хочу подчеркнуть и завершить идею и мысль тем, что гибель цивилизации и Марса Фаэтона произошла не в силу каких-то внутренних критических процессов, а именно в силу внешнего воздействия, когда на цивилизацию Марса и собственно на Солнечную систему навалились внешние силы, война богов закончилась и закончилась она трагически. То есть падением крупных космических тел, удар и гибель Фаэтона, удар и гибель Марса с последствующими падениями трех крупных астероидов за последние 18 тысяч лет на Землю и разрушение всех систем термидальных на Земле. Субтитры создавал DimaTorzok